Слышно, да? Здравствуйте, коллеги, рад, что вы пришли. Меня зовут Дмитрий Губин, я пресс-старший фестиваля. У нас сегодня достаточно мало времени, но, впрочем, на любом фестивале времени всегда оказывается меньше, чем все ожидали. Поэтому, прежде чем представить главных участников нашей пресс-конференции, которые присутствуют как отцы, да, дети, я должен представить духов святых, негласных, нет, гласных, конечно, ангелов-покровителей нашего фестиваля. В этом году генеральным спонсором и партнером кинофестиваля выступает группа ИЛИМ, крупнейшая целлюлозно-бумажная компания России, которая берет крайне большое внимание развитию социальных и культурных программ. И мы действительно благодарим ИЛИМ за оказанную помощь и поддержку. Мы благодарим спонсора фестиваля, компанию ЛЕНТА, ЛЕНТА наш многолетний партнер, и генеральных информационных партнеров, Государственное информационное агентство России ТАСС, радиостанцию Европа плюс Санкт-Петербург, также информационных партнеров, телеканал Санкт-Петербург, телеканал Кино-ТВ, журнал Искусство Кино, федеральный кинопортал киноафиша.инфо и онлайн-издание кинодефистеатр.ру, если это произносится именно так, а как же, собственно, еще произносить. Теперь участники нашей пресс-конференции. Президент фестиваля Алексей Учитель. Кстати, у Алексея Ефимовича Бутю не так много времени, так что спешите с вашими вопросами. Специальный гость нашего фестиваля Эрик Робертс. Человек, который сделал невозможное, дал, кажется, в течение одного дня чуть не 16 интервью, и увидел в Петербурге больше, чем видит иной гудернатор за то же время. Кураторы фестиваля. Арт-директор фестиваля Андрей Плахов. Куратор конкурсных программ Алексей Медведев. Где-то здесь прячется, как партизан, но сейчас мы его доставим на допрос. Куратор фестиваля Михаил Железников. Экспериментальное кино. Евгения Марченко, куратор национального конкурса. Хачатриан Рутюнов. Прошу прощения. Рутюн Хачатриан, простите, пожалуйста, меня. Это после Элима, конечно, потому что на бумаге поехали слова. Я рад его представить в качестве председателя международного жюри, но здесь, по крайней мере, я хоть не ошибся. Гезамарджани, национальный конкурс. И у нас сейчас действительно... Всех перечислил, да? Должен сказать, что у нас здесь присутствует кинорежиссер Сергей Головецкий. Он представляет, да, он выступает как бы от имени Бориса Добродеева, чья ретроспектива была представлена на нашем кинофестивале. И после того, как вы зададите ваши вопросы, которые, несомненно, у вас есть, мы приступим к раздаче слонов, призов, да, и 40 тысяч карликов в золотых ливреях появятся здесь, несомненно, перед вами. Прошу, у кого есть вопросы, не забудьте, пожалуйста, представляться. Уже был вопрос? Да, прошу. Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с закрытием замечательного очередного нашего фестиваля, который действительно является одним из самых знаковых не только в нашем городе, но и в России. У меня несколько вопросов. Первый вопрос к организаторам. Вот мы привыкли и любим один из старейших конкурсов. В конкурсе это национальный конкурс. И в этом году было представлено, по-моему, 17 работ. Из них 12 работ это ребята в мастерской Разбежкиной. И 5 из них это снятые на Западе русскими авторами фильмы. Скажите, пожалуйста, вот не превращается ли национальный конкурс в конкурс Разбежкиной? Спасибо большое. И второй вопрос. Можно в каком-то одного, да? Кто готов ответить? Нет, я на этом, извините, ради бога, там неправильные у вас цифры. Там сама Марина Александровна пишет про то, что у нее 4 или 5 работ в нашем конкурсе нет. То есть, да, ну... Я по каталогу смотрю. Ну, значит, в каталоге неправильной информации, извините. Нет, не превращается. У Марина Александровна всеми нами любимой, действительно, ведущая школа документального кино в России. И многие студенты, даже те, которые не учились у нее, считают ее своими учениками. Но по факту там, ну, процент 30 на... ну, треть на треть на треть. То есть, треть работ там из Московской школы нового кино, треть из каких-то других, треть из школы Разбежкиной. И треть – это независимые работы, снятые за границей, но на русском языке и русскими режиссерами. Вообще, 5-6, к чему такая точность? Если можно только... Это мое просто личное мнение. И, кстати говоря, и Михаил Сергеевич Лесиквиков со мной согласен. Мне все-таки кажется, что есть крен какой-то немножко странный, потому что, да, мы хотим национальный конкурс сделать конкурсом молодых авторов. Это тенденция, она, я надеюсь, будет продолжаться. Но мне бы тоже, это скорее обращение к куратору этой программы. Все-таки есть другие школы, и я думаю, что просто вы не видите этих работ. А есть, во-первых, и наш Петербургский киноуниверситет, есть еще в регионах интересные работы, таких как Пермь, есть в ГИП, в конце концов. Я не думаю, что там нет хороших работ. Это мне тоже кажется, какой-то крен очень странный. При том, что Разбежкина, конечно, действительно, я очень уважаю, и у нее, наверное, лучшие, так сказать, лучшие ученики, которые есть. Но это не означает, что конкурс превращается действительно в какое-то одностороннее. Это неправильно. Я думаю, что мы это учтем. Зарешите еще один вопрос нашему почетному гостю. Если кратко. Да, очень кратко, да. Эрик, да, спасибо большое, что вы посетили наш фестиваль, украсили наш город своим присутствием. И поздравляю вас с почетным призом, который вам недавно вручил министр культуры Мединский. Вот у меня такой вопрос. Недавно в сети интернет появился видеоролик вашего выдающегося американского актера Моргана Фримана, который, как мы знаем, дважды сыграл Бога в кинематографе. У меня, да, где он демонизирует Владимира Владимировича Путина, нашего российского президента. Скажите, пожалуйста, вы хорошо знаете Россию, не первый раз в нашей стране. Скажите, пожалуйста, вы тоже в нашей стране видите империю зла, а в Путине ищете ада. Спасибо. Перед тем, как я отвечу, позвольте мне, если позволите, преподать вам урок, как следует фотографировать. Если вы снимаете меня с низшей точки, я получаюсь на фотографиях плохо, я недоволен, мне грустно. Если вы встаете, снимаете меня сверху, я прекрасно выгляжу, я счастлив. Я понимаю, что это очень смело, надеюсь, вы меня простите. Морган Фриман, этот парень обожает драму. Я думаю, что любой президент, который проводил избирательную кампанию, где бы, в какой бы точке мира он ни находился, в какой-то момент обязательно за ним шпионили. Это нормально. Потому что, конечно, за этим президентом тоже шпионили. И я думаю, что мы тоже за всеми шпионом. Это просто таковы правила игры. И я не очень важно, потому что я не политик. Я художник, я творец. И я говорю, и у меня мнение такое. Я думаю, что ваш Путин, это, пожалуй, самый лучший политик в мире. И он очень классный человек, и он пришел очень долго из его начала. Он лучше всех одет, лучше всех одетый политик в мире. Смотри, continue. Возвращаясь к вашему изначальному вопросу, я художник и творец. Мне, по большому счету, все равно, кто за кем шпионит. Для меня важны совершенно другие вещи. Искусство, красота, благотворительность, то, как мы помогаем друг другу. Вот об этом я... Вот это мне интересно и не все равно. А в политике и шпион, и шпионство меня не особо интересует. Спасибо. Не сомневаюсь, что Раша туда и оставит первый вариант перевода. Я хотел бы задать короткий очень вопрос, вот на какую тему. Скажите, вот все-таки наш фестиваль «Послание к человеку» позиционируется как международное явление в области короткого метра и документального кино в частности. Я хотел просто обратить внимание, может быть, дирекции на то, кто входит в комиссию, так называемую, по отбору фильмов международного и национального конкурса. Может быть, стоило бы усилить эту комиссию, но более крепкими профессионалами. Ну, в частности, я говорю про национальный конкурс, потому что, допустим, национальная премия «Лавр», туда входят десятки известных профессионалов, которые проходят очень жесткий отбор картины всех туров. Здесь же мы доверяемся, ну, буквально, хрупкой группе людей, которые... Я до конца не понимаю просто, каким принципом они отбирают картины. Спасибо. Спасибо. Кто готов представительствовать за хрупкую группу людей? Ну, я не совсем понимаю такую постановку вопроса. Ну, нельзя сопоставлять фестиваль «Послание к человеку» с премией «Лавр». Премия «Лавр» — это, ну, типа, как бы, Оскар нашего документального кино. Это вообще не фестиваль, это премия, которая обозревает всю годовую продукцию, насколько я понимаю, года, и выбирает лучшие фильмы. Выбирает эта академия, которая, ну, как вот на каждую такую национальную премию, значит, выборочками является академия, действительно, там голосует большой состав профессионалов, почти все такие вот важные, уважаемые профессионалы. Фестивали делаются по другому принципу. На каждом фестивале существует отборочная комиссия, вот, она может быть небольшой, иногда она вообще сводится к одному, двум, трем людям в зависимости от программы, но в любом случае могу только сказать, что люди, отбирающие фильмы для фестиваля «Послание к человеку», очень профессиональные и...